А наша программа продолжается. Когда еще, как не весной, женщина хочет выглядеть сногсшибательно? И даже если фигура пока еще не идеальна, на помощь придут маленькие стилистические секреты, о которых нам расскажет Алина Зангирова. Доброе утро! Доброе утро, Алина. Давайте начнем с такой вот, скажем, проблемы, с которой сталкивается большинство наших женщин. Как скрыть так называемый галифе на бедрах? На самом деле, очень даже актуальный вопрос. И самым надежным и эффективным способом это будет такой прием, когда вы выбираете платье либо юбку с темными вставками по бокам. Это очень такой хороший прием. Зрители, получается, уменьшают беды, да? Да, особенно если вы, например, знаете, на какое мероприятие идете и знаете, какие там будут цвет стен. Если ваши вставки будут такого же цвета, как и цвет стен, тогда вы вообще похудеете на несколько размеров. Это очень хороший прием. Вот такие секреты. Я предлагаю вам на эту тему как-то так все обсудить, а я просто послушаю и просто буду знать. А ты записывай. Хорошо, тогда такой вопрос. А как сделать талию визуально тоньше? На самом деле... Почкобиль такая. Есть несколько приемов, но первый из них это использовать V-образный вырез. То есть вырез... Вырез, да, V-образный. Это самый удачный вырез для любой женщины. Почему? Потому что, во-первых, он делает талию тоньше. Во-вторых, он делает рост выше и показывает нашу... Удлиняет шею. Удлиняет шею, да. И это вырез, который подходит любой женщине. Следующий прием – это использовать такое платье запахом. То есть когда есть небольшой объем сверху, снизу, при этом идет акцент на талии. Это тоже очень удачный прием, особенно для песочных часов. Следующий прием – это, конечно же, известный прием – использовать корсеты, либо утягивающее белье. Также вы можете использовать платье с темными вставками по бокам, которые будут визуально еще больше делать у вас... То есть и бедра уберет, и талию уменьшит. Все у вас скорректирует. Замечательно. Хорошо. А вот так называемые X-образные ноги, вот как их скрыть? Какая одежда подойдет? Если у вас ноги не совсем прямые, то можно использовать следующий прием. Вы выбираете платье, либо юбки, макси. Если мы говорим о брюках, то это должны быть широкие. Наверное, узкие тут брюки не очень хорошо использовать. Узкие уже, да, не очень. Либо это расклешенные джинсы, начиная от колен. И если мы говорим об обуви, то отлично будут смотреться бадфорты. Это очень стильная, красивая, сексуальная обувь. И как ни странно, именно таким ногам будет очень хорошо. И будет скрывать этот небольшой недостаток. Так, интересно. Ну, наверное, мы перейдем к сюрпризу, который Алина приготовила для нашей... Так, приятные части для наших зрителей. Да, внимание, пригласительный на авторский курс стилиста Алины Зангировой, который называется «Стиляги». Вы сможете выиграть, если ответите, как мне кажется, на несложный вопрос. Вопрос звучит так. Какой известный модельер придумал маленькое черное платье? Даже я знаю ответ на этот вопрос. Вот что. А ну ты никому не рассказывай. Номер прямого эфира 570 50 75. Звоните, дозванивайтесь, отвечайте правильно. И этот пригласительный на авторский курс Алины Зангировой будет ваш. А мы прервемся на рекламу, а потом продолжим очень интересный разговор. Здравствуйте, мы продолжаем. Итак, до рекламы мы задавали вопрос. Какой модельер придумал маленькое черное платье? Итак, у нас уже есть дозвонившийся. Да, алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр. Очень приятно. Ваш ответ? Коко Шанель. Правильно, Коко Шанель в 1926 году в память о погибшем возлюбленном придумала это черное платье. Кстати, до этого черный цвет одевался исключительно по грустным поводам. А с 30-х годов 20-го века с легкой руки Шанель он стал цветом для повседневной и праздничной одежды. Вот так. Александр, мы вас поздравляем. Этот пригласительный на авторский курс моделера Алины Зангировой теперь ваш. Не кладите, пожалуйста, номер, вернее, не кладите телефон. Вам сейчас администратор объяснит, как можно будет забрать ваш приз и связаться с нашим моделером. Но мы продолжаем очень интересную для женщин тему. Закройте, пожалуйста, туши, молодой человек. Мы поговорили про галифе, а вот большие бедра, вот как их скрыть? Тоже вот эти же вставки помогут? На самом деле это не такой уж недостаток, ведь по мнению мужчин, когда у нас бедра чуть больше, является самой сексуальной фигурой. То есть это когда Т-образная фигура, вернее, грушевидная. Правда? Хорошо. Ну и если, тем не менее, если женщина все-таки это смущает, то выбирайте более такие темные цвета, матовые, и очень хорошо будет с вертикальными какой-то отделкой. Это могут быть пуговки в ряд расположенные, либо это может быть молния. Также очень хорошо будет корректировать жилет, который заканчивается ниже самой широкой части бедра, потому что это будет очень хорошо скрывать, либо это может быть длина до колена. А пышная юбка? Пышная юбка все-таки я бы не рекомендовала, потому что если очень широкие бедра, то, наверное, все-таки... Еще шире, да? Если... я думаю, что все-таки не стоит. Хорошо. Хорошо. А теперь еще вообще вот очень-очень такой вопрос важный. Ты там смотрел куда-нибудь в другую сторону? Как зрительно увеличить грудь? Тоже на самом деле очень часто спрашиваю и задаваемый вопрос. На самом деле есть специальное белье, да, всем женщин знает, о чем я говорю. Да. И что еще? Вы можете выбирать украшение, которое заканчивается длиной до груди. Это будет визуально увеличивать ее немножко. Дальше очень хороший прием располагать накладные карманы, различные рюши, все, что вот располагается и дает объем в области жабо, вот различные. Все, что есть, дает объем на уровне груди, это будет очень даже хорошо. А корсет в этом случае стоит носить? Корсет, если опять же все-таки будет есть какой-то объем. Но я бы, наверное, все-таки не рекомендовала, либо это должно быть какое-то украшение, которое должно заканчиваться на уровне груди. И в этом случае все-таки не рекомендуют сносить такие облегающие трикотажные изделия, потому что, особенно темного цвета, это будет не очень хорошо. Уменьшит то, что есть, да? И еще можно добавить такой вот момент. Используйте крупные принты на уровне груди, потому что крупные всегда увеличивают, так ведь? Да, хорошо. Ну ладно, можно я один вопрос задам уже? Спасибо, да. Вот такой, который для многих сейчас актуален после зимы-то, да? Да. Скажите, пожалуйста, как спрятать выпирающий живот, чтобы присутствующие люди не подумали, типа, этот парень одел рюкзак вперед вместо спины, чтобы вот эта штука как-то исчезла? Да. Очень хороший вопрос. Первое, что вам поможет в этом случае, это высокая посадка. Не есть, я думаю, вы скажете и все. Высокая посадка. Да. Высокая талия? Высокая талия, да. Высокая талия, так как животик остается внизу. Слушайте, высокая талия, если одевать, вот мужчина, если одевает высокую талию, он же будет выглядеть как рестлер из сороковых, это... Чуть-чуть пониже. Чуть пониже, да? Чуть-чуть пониже, да. Почему так? Потому что если выбираете низкую посадку, то, соответственно, животик наоборот будет его видно, если средняя посадка, то это будет вот такая гармошка, а если высокая посадка, то джинсы или что-то, что вы одеваете на высокой посадке, это будет служить своеобразным корсетом и делать так, чтобы живот был менее заметным. Все-таки, Алина, это очень интересно, но я думаю, все-таки женский разговор. Это все-таки женский разговор. Я запомню все... Объемную рубашку наденешь и вперед. Да, на самом деле, все-таки высокой талии, мне вот, мне, как мне кажется, она не только украшает, но она все-таки еще и приподнимает. И талию, да. Это очень, кстати, вообще выигрышный такой вот момент. Греческий такой, наверное, какой-то стиль, да? На самом деле, не то, что греческий, это максимально классический и такой стиль, который подходит многим. Почему? Потому что красота женщины, это когда у нас длинные ноги, так ведь? А когда у нас высокая посадка, соответственно, у нас длинные ноги, у нас меньше животика видно, и раз у нас длинные ноги, значит, мы красивые. У нас почему-то вот именно такой сложился стереотип. Ну, хорошо, и еще один такой вопрос. Вот пришла, наконец-то, долгожданная весна, пока еще сыро, слякотно, сосульки, там, я не знаю. И очень хочется, ну, настроение какое-то себе приподнять. Вот какой цвет наиболее актуальный это весной? Сейчас самый актуальный цвет это желтый, потому что желтый у нас ассоциируется с солнышком, свет, это красота, солнце. Вот, поэтому желтые, зеленые цвета, пурпурные, красные цвета. Замечательно. Очень будет хорошо. То есть даже повседневную одежду, украсив каким-то ярким принтом, каким-то шарфиком или сумочкой, и вот настроение. Спасибо вам большое, Алина, что пришли к нам с утра пораньше и рассказали столько женских секретов, особенно некоторым они очень понравились. Да, ну, что приходите к нам еще, до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...